Доброй ночи, друзья мои. Ну что ж, в последние дни Верховная Радость все больше становится средоточием очень сложных и очень драматических для страны процессов. Там все сегодня решается главное. И сегодня у нас в гостях народный депутат Украины Артур Палатный. Украинский политик. Народный депутат Украины седьмого и восьмого созывов. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Член фракции Блок Петра Порошенко. Депутатская группа «Удар». Артур Палатный. В программе Натальи Влащенко «Люди. Хартоп». Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, не будем скрывать, что в последнее время Верховная Рада стала таким, как я уже сказала, по вступительному своему спичу, таким средоточием, основным плацдармом борьбы за власть, силовая структура президент, конфликт Генеральной прокуратуры, СБУ и так далее. И депутаты на себя взяли всю ответственность решить этот конфликт. И он был решен в сторону отставки господина Наливайченко. И так как это была ваша креатура, креатура партии «Удар», членом которой вы, собственно, и являетесь, то, конечно, вас пригласили, чтобы спросить, а почему вы проголосовали за отставку Валентина Наливайченко? Очень хороший вопрос. И я уверен, что будет всем интересно, почему мы проголосовали. Первое то, что Валентин Александрович – это человек, который с нами с партии «Удар» идет с 2012 года. Это когда мы прожили очень тяжелое время, это времена оппозиции, когда власть уничтожала депутатов, власть уничтожала всех, кто были близки к оппозиционным политическим силам. Валентин Александрович прошел с нами нога в ногу. Прошел Майдан, причем в самых первых рядах, потому что Майдан, он тоже был очень-очень разный. Никогда не прятался и шел всегда в первых рядах. Это действительно достойный и очень серьезный политик, в первую очередь. И, естественно, уже, можно сказать, опытный силовик, потому что в посту главы СБУ он уже второй раз. Можно сказать, что служба безопасности Украины, когда он заступил второй раз на этот плод в 2013 году, после победы революции и гидности, она ему досталась в полностью разваленном состоянии. И, как мы видим, что из силового блока на тот момент в условиях уже агрессии, в условиях дестабилизации в стране служба показывала самые лучшие результаты. Так почему же вы проголосовали сегодня за его отставку? Потому что Валентин Александрович, так же, как и Виталий Владимирович, убрал свои политические амбиции, убрал свои позиционные амбиции. И он, в первую очередь, государственник. И мы сегодня понимаем, что если президент Украины, главнокомандующий, делает поданья в парламент на замену того или иного силовика, или силового блока, то в условиях сегодня, скажем, не антитеррористической операции, которой все так много говорят, а в условиях откровенного военного конфликта саботировать ситуацию это невозможно и не нужно. И все-таки Валентин Александрович принял это решение. Да, действительно, группа «Удар», депутаты группы «Удар» не хотели голосовать за это решение. Но напередодние у нас была встреча, и он нас попросил это сделать. Может ли быть такое, что вы проголосовали за это решение, потому что если бы вы за него не проголосовали, я имею в виду вот этот сегмент «Удара», который во франции БПП, вам пришлось бы покидать коалицию? И что вопрос ставился именно таким образом? Нет, вопрос как раз не ставился таким образом. Группа «Удар» достаточно монолитная, и покидать коалицию – это значит развал коалиции, это значит перевыборы, это опять же дестабилизация в стране. Мы четко отдаем себе отчет, что сегодня такая ситуация в стране невозможна. Группа «Удар» не покидает коалицию, она имеет свою позицию по многим вопросам, мы видим это по голосованию, но тем не менее группа «Удар» сегодня находится до юра и де-факто в блоке Петра Порошенко, во фракции в блоке Петра Порошенко, и естественно поддерживает президента. Означает ли это, что на местные выборы вы тоже пойдете в блоке Петра Порошенко? На этот вопрос я сегодня точно не смогу ответить, по той простой причине, что мы не действуем с точки зрения внутренних амбиций. Мы, и это показало то, что Виталий Владимирович Кличко, лидер партии «Удар», поддержал президента Порошенко, отставил свои личные амбиции, и мы сегодня проводим социологию, проводим консультации. Для нас очень важно, чтобы в местном самоуправлении, из которого я и вышел с 2010 года, я был главой фракцией «Удар» в Киевской областной ради, был наиболее высокий рейтинг демократических сил. Ну вот как раз об этих выборах и говорят. Говорят, что, с одной стороны, конечно, Кличко хотел бы идти самостоятельно на выборы, потому что вторые выборы вместе с БПП, они существенно понижают, так сказать, идентификацию партии «Удар». То есть она фактически растворяется в блоке Петра Порошенко. А с другой стороны, дескать, внутренняя социология говорит о том, что без поддержки Порошенко Виталию будет очень трудно на выборах, и вполне возможно, что он проиграет их. И это и есть основная причина, почему он все-таки не выходит из коалиции, почему он поддерживает решения президента. Как вы можете это прокомментировать? Это немножечко не так, по той простой причине, что партийная работа, она заключается не только в Верховной Раде, наличием фракции в Верховной Раде. Партийная работа заключается, это работа большого количества депутатов разных уровней на местах. Это первое. Второе, в Италии сегодня, ну на наш взгляд достаточно, не просто на наш взгляд, а мы делаем социологию, достаточно неплохой рейтинг в городе Киеве. Неплохой это какой? Ну я думаю, что более... Вы знаете цифры? Сейчас цифры обрабатываются, я думаю, что более 20%. Понятно. Хорошо, Артур, а есть еще одна позиция? Говорят, что тем, что завершилась карьера, так сказать, силовика на данном этапе Наливайченко, это автоматически означает старт его политической карьеры и, возможно, даже его претензии, скажем, на президентский пост. Ну, некоторые СМИ так пишут. Пишут еще вот о чем. О том, что тот факт, что Наливайченко начинает политическую карьеру, очень сильно будет, так сказать, отодвигать в сторону Виталия Кличко, потому что он является достаточно сильным конкурентом даже внутри фракции. Что вы думаете по этому поводу? Безусловно, Валентин Александрович впереди большая политическая карьера, и, как я уже говорил, он достаточно грамотный и сильный политик. Но может он стать соперником Кличко? Я уверен, Валентин Александрович очень корректный и такой сильный, я бы сказал, член команды. И вот этот вопрос сегодня настолько не актуален, потому что у нас есть сегодня президент, у нас есть сегодня, и еще у него 4 года, как минимум, у нас есть мэр, и Виталий Владимирович думает сейчас, и занимается предвыборной кампанией, думает, что сейчас стартанет предвыборная кампания, на мэрское кресло. Что, кстати, Валентина Александровича, то мы однозначно, это член нашей команды, мы его однозначно видим и в партийном строительстве, это будет, я считаю, что для партии «Удар» это очень сильный партнер и сильный член нашей команды. Поэтому сегодня мы не рассматриваем пока это. Еще одна история, которая была в последнее время, обсуждалась в связи с партией «Удар», это взаимоотношения Виталия Кличко и Фиртыша. Прозвучали обвинения, да, и они прозвучали из уст, ну, ваших коллег, народных депутатов, они прозвучали из уст достаточно известных людей в стране, и даже некоторых топ-менеджеров. Как вы можете это прокомментировать? И я задам очень простой вопрос. Почему, как вы считаете, на суде с Фиртышем Виталий не захотел дать открытые показания? Ну, свидетельские имеется. Вы знаете, что с первых дней образования и существования партии «Удар» я являюсь заместителем главы партии «Удар». Но как вы считаете? Вот я могу за себя сказать, что я с Фиртышем никогда не находился в одном помещении и никогда даже с ним не знаком. А интересно было бы познакомиться? Ну, вы знаете, после того, что Фиртыш сказал неправду и облил грязью фактически лидера партии «Удар», наверное, нет. А почему он, как вы думаете, почему Виталий выбрал для этого? А я вам сейчас скажу. А я вам сейчас скажу. Вы знаете, сегодня какая-то странная тенденция происходит. Когда мы были в оппозиции, почему-то очень много неправды, лжи и циничных каких-то выдумок, благодаря средствам массовой информации, я не, конечно, ни в коем случае не хочу говорить о вашем канале, было вылета на партию «Удар», в том числе на подизонные силы, и на партию «Удар», и на ее лидеров. Как-то странно, почему сегодня? Фиртыш всегда был в команде Януковича, и мы об этом знаем. Он был приспешником той власти. И почему... Фиртыш в разные корзины яйца раскладывал, как мы знаем, так же, как и Левочкин, и многие другие. Олигархи вообще славятся тем, что они сотрудничают с этими, с этими, с этими, на всякий случай. Это правила бизнеса. Ну, что касательно Левочкина и Фиртыша. Левочкин, знаете, можно раскладывать яйца в разные корзины, но Левочкин все-таки был главой администрации президента Януковича. И это неосперимый факт. И тяжело сказать, что он был в какой-то другой команде. Это первое. Почему сегодня бывшие регионалы или бывшие члены этой команды обливают грязью сегодняшнюю власть, ну это же очевидно. Потому что сегодня есть много способов дестабилизировать, в том числе из России, способов дестабилизировать ситуацию в стране. Это создание псевдогромадских организаций, которые финансируются опять этими же регионалами, которые сегодня де-факто не находятся пока в нашей стране. Но почему говорю де-факто? Потому что до Юра их громадские организации, так называемые, финансируемые этими же олигархами, финансируемые теми же регионалами. А что это за организации? Вы знаете, я так думаю, это громадские организации, зарегистрированные. Я понимаю, вы какие? Вы знаете, мы сейчас как раз работаем над их списком. Почему как раз Иван Тейн Александрович очень большую работу провел в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время их опубликуют. Названия очень патриотичные, в кавычках, но тем не менее... Ну хотя бы про одну, две какие-то скажите. Я, наверное, не имею права сейчас говорить. До того момента, пока это будет неофициально. Есть правительные органы, которые это озвучат, я уверен, в ближайшее время. А вы не разговаривали с Виталием, какие показания он давал на суде в Вене? Вы знаете, я, честно говоря, не разговаривал на эту тему. Я четко понимаю, что эта ситуация, которая была с Вирташем, это ложь. Это попытка сегодня дискредитировать Виталия как политика, как мэра и дискредитировать президентскую команду. Я почему вас спрашиваю? Потому что я знаю, что вы там же не просто партийные соратники, не просто товарищи, а вы там давние друзья еще с юности. Вы выросли вместе в этом, спортом занимались вместе и так далее. И фактически с самого начала, чуть ли не после школы, и были и в спорте, и в остальных делах вместе. Злые языки даже поговаривают, что вы в свое время, Виталия, познакомили с Виктором Рыбкиным. Это правда? Я вам скажу, что с Виктором Рыбкиным я его не знакомил. Это не злые языки, это те продажные журналисты, которые до сих пор сегодня, к сожалению, находятся в медиапространстве, которые пытаются раскачать, дискредитировать сегодняшнюю власть и раскачать ситуацию в стране, хотят возврата деграторского режима, режима Януковича и его соратников. Это были псевдо-статьи, которые писали, что, я сейчас могу даже немножко процитировать, что в 92-м и 91-м году с криминальным авторитетом Виктором Рыбалка и с Бокаем познакомил его я. Ну, с Бокаем-то они точно были знакомы, это я знаю, потому что они участвовали в мастер-выборах. Но мне в 92-м году было 19 лет, я был на первом курсе университета. Почему вы не могли быть знакомы с кем-нибудь в 19 лет, не понимаешь? Это не 9 лет, это 19 уже. Поэтому это абсолютно, более того, я в то время, для того, чтобы я очень тогда реагировал на эти вещи, ну, а сегодня как-то я уже понимаю, что сегодня можно за 2 копейки внести, а уже забрать какой-то процесс невозможно. Но лжи сегодня очень много. И средства массовой информации, которые... Сегодня есть интернет, сегодня есть много соцсетей, которые этому, к сожалению, способствуют. Поэтому никакого отношения, естественно, я не знакомил Бакая, я не знал. Ну, кто-то другой познакомил Бакая с ними, это не имеет значение. И не было на тот момент 18 или 19 лет. Вот по той псевдо-статье, которая появилась на тот момент в интернете. Вот почему я заявляю, почему я заявляю ответственно, наверное, про Фирташа, вот вы правильно сказали. Мы с Виталием давно знакомы, и если бы он плотно общался с этим человеком, а для того, чтобы финансировать партийный проект, какой-то политический проект, для этого нужно какое-то, ну, не одноразовое общение, как минимум, вы сами понимаете, это логично, то, наверное, я бы, мне казалось, что я бы знал. Но вы сам глава партии, как вы говорите, вы точно, наверное, знаете, кто финансирует партию «Удар». Финансирует партию «Удар» на тот момент, когда она создавалась, это те активисты, это те партийные организации, которые, это партийные сборы. У нас все... А вы это серьезно сейчас говорите, про партийные сборы? Смотрите, у нас же в партии «Удар» очень много членов партии «Удар» на сегодняшний день. Я понимаю. Вот я вам скажу, могу сказать одно, что в 2010 году, я абсолютно вам серьезно это заявляю, что в 2010 году, когда мы шли, вот я шел, вызывал Киевскую областную организацию, партию «Удар» и тоже фракцию, мы находили финансирование, да, вот у бизнес-элиты мы находили финансирование. Ну, я вам скажу, вы, конечно, можете приезжать с любой версией. У нас не было ни одного, у нас не было центрального финансирования, не было ни одного олигарха, который мог это профинансировать. Просто сейчас уже про партийные сборы и про членовский взнос не говорит никто, потому что все понимают, что это смешно. В условиях Украины ни одна партия, ни самопомощь, ни свобода, ни Народный фронт, ни радикальная партия не говорят, когда задаете вопрос, потому что сегодня для того, чтобы существовать мощное партийное движение в Украине, нужны действительно большие деньги, потому что это выборы, потому что это оплачивание всех офисов и многие-многие другие траты. Поэтому, по крайней мере, даже хотя бы придумывают каких-то себе спонсоров, которых можно публично назвать. Поэтому, наверное, уже и «Удару» пора придумать каких-то спонсоров. Вы знаете, вот я вам и вам привел на примере киевской областной организации. Ну вот нет у нас центрального кого-то спонсора, который пришел и выгрузил, как сегодня это принято, воспринимать чемодан с деньгами, и началось финансирование. Действительно, мы собирали, у нас есть ряд просто, скажем, это средний бизнес. Ну то есть он помогает рядовым бизнесменам? Конечно. Ну хоть кого-то можете назвать? Хоть кого-то? А это будет не тактично по сравнению к этим? Эти люди могут сами себя... Вот странно у нас. Опять же, кого я не спрашиваю, всем не тактично. Ну только «Свободу» назвала Кривицкого, о котором мы с вами еще поговорим. И кто-то еще, а «Садовой» мне назвал нескольких людей, которые спонсируют «Самопомощь». Но, конечно, я думаю, что мы уже все живем в другое время и уже... Наталья, давайте я вам отвечу на этот вопрос. Очень аргументированно. В каждом ответе вопроса должна быть логика. Вы знаете, в 2012 году, когда начали уничтожать проект «Ударный», он начали уничтожать Кличко, потому что все-таки Янукович видел его претендентом на президентское кресло. Было такое время, да? Было такое. Естественно, меня как ближайшего, наверное, тот момент соратника, начали уничтожать первого. Более того, я вам скажу, обыски были в бизнесе даже у моих друзей, с которыми никогда бизнесом не занимался, просто общался и дружил. Прослушивались телефоны, была постоянно ездила наружка. Уничтожались, заходили в помещение по решениям суда. Было решение суда в одно помещение, заходили по другому адресу. Я лично выносил, как говорится, силовиков, как народный депутат из этих помещений, из своего офиса. К сожалению, у меня есть горький опыт, не до Юры, а де-факто. Когда приходили в бизнес моих друзей и сказали, вы знаете, почему у вас проблема? Потому что вы дружите с палатной. Артур, вот я знаю, что вы хорошо знаете игорный бизнес. Как он в Украине развивался, как он существовал, какое-то время мы имели к нему отношение, поэтому все про это знаете. Вот вчера ваш коллега Береза написал о том, что там по сговору двух фракций... У нас два Береза. Я имею в виду Славу, да? Борислава, да. По сговору двух фракций БПП и Народного фронта опять нас собираются реанимировать закон об игорном бизнесе. Уже договорились с ними, что они проголосуют и так далее. Потому что некоторые депутаты из этих двух фракций, они там крышуют казино, а те крышуют лотереи, а те крышуют еще что-то. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию и скажите, будет ли фракция, вернее, вот ваш сегмент, будет ли удар голосовать за возобновление этого закона? Во-первых, мы должны посмотреть этот закон. Я знаю, что несколько законопроектов... А кто инициатор этого закона? Несколько законопроектов сегодня готовится. Кем, кем? Березой. И сегодня есть инициативная группа, рабочая группа, которая образовалась. Мы все знаем, что в парламенте, как правило, когда образовывается какая-то рабочая группа, то ничего хорошего из этого не происходит. Кто в той рабочей группе, которая второй вариант готовит? Второй вариант, там есть ряд депутатов с разных абсолютно фракций. Ну какие, ну хотя бы пару фамилий. Вы знаете, я, к сожалению или к счастью, не зашел в эту рабочую группу, потому что она как была, так она и... На сегодняшний день не имеет своего продолжения. Что касательно игорного бизнеса. Безусловно, лично моя позиция, как государственника, я могу сказать, что игорный бизнес должен в стране существовать. Почему? Он должен выйти из тени. Он сегодня существует. Сегодня происходит... Сегодня, вы правильно назвали, лотерея. Сегодня какие-то игровые салоны, с которыми тот же Борислав Береза боролся на предвыборной кампании. Говорят, есть подпольные казино какие-то. Что касательно окрашивания тех или иных народных депутатов, я, мне абсолютно ничего не знакомо. Я не знаю действительно, как может сегодня народный депутат крышевать игорный бизнес. Любой бизнес может крышевать. Газовый, игорный, еще какой-то. А разве у нас не 95% бизнесменов работают в Верховной Раде? У нас, ну, в этой конденции, я думаю, меньше. Я не знаю, это... Как что, 94? Ну, я думаю, что чуть-чуть меньше статистика. Я вам скажу, что игорный бизнес, законопроект о игорном бизнесе должен быть внесен в зал Верховной Рады. Опять же, но я всегда говорил о том, что здесь нужно работать с казиношниками, здесь нужно работать с игровиками, для того, чтобы не было проблемы, опять же, с выплатами в бюджет. Нужна им возможность сделать такой закон, чтобы они могли зарабатывать себе, кормить рабочий коллектив. А не себе, а мы себе. Понятно. И приносить деньги в бюджет. Артур, еще вот у нас мало времени остается, у меня много вопросов. Как ходят слухи, вы подтвердите это, что у вас всегда были хорошие отношения с Львовианином Игорем Кривецким. Ну, что вы его знаете, вы с ним дружите. И который о себе сам говорил, что он спонсор свободы, и там мне ряд депутатов свободы об этом официально говорил и так далее. И говорят, что именно благодаря активным действиям Кривецкого и вашим активным действиям должность губернатора Киевской области получил Шандра Владимир. Это правда? Кривецкий к этому действительно, с Игорем Кривецким у меня есть хорошие там товарищеские отношения. Более плотные они были в парламенте, потому что мы были в оппозиции, и вы понимаете, что всегда это очень сильно объединяет. И Майдан, и те шаги, которые мы предпринимали. Мы не прятались никогда в кабинетах, мы были всегда вместе с людьми. Это первое. Точно так же и Игорь. Что касательно Шандры, на тот момент, когда, опять же, произошел, когда Янукович убежал, когда в стране был хаос, должен был кто-то на себя брать ответственность. Так как я был депутатом областного совета, был глава фракции «Удар», я понимал, что ту же Киевскую область, я имел к этому отношение, безусловно, и для меня было очень важно, чтобы в Киевской области был сильный губернатор. Киевской области к этому никакого не имеет отношения, это были коллекционные тогда договоренности. Может, только в этом аспекте. Вы голосовали за арест Сергея Клюева? Да, я голосовал за арест Сергея Клюева. То есть, всякие разговоры о том, что в свое время, буквально перед самым Майданом, вас познакомили с Андреем Клюевым Шуфрич, и что у вас с ним были очень хорошие отношения, это все разговоры на эту тему. Об этом говорят мои шаги, последовательные шаги. Что касается судьбы партии «Удар», осталось у вас, в принципе, времени на это, ресурс, для того, чтобы обрести опять самостоятельность, потому что каждая партия должна быть достаточно самостоятельной, немного. Как вы считаете, целесообразно ли было бы вам все-таки идти на выборы отдельно? Я думаю, что в любом случае мы сейчас будем делать социологию, и социология покажет, если нам целесообразно и наш проект может дать отдельно результат и солидарность, то есть блок Петра Порошенко может дать, но я думаю, что это будет все-таки солидарность, результат свой, эти результаты вместе дадут. Математика – это просто простая математика. Вы являетесь главой, по-моему, профильного комитета по делам молодежи и спорта. Уже второй каденции. Да, ну то есть это достаточно ответственный пост. Вот в декабре 2014 года ваш комитет требовал от правительства выделить 200 миллионов гривен для предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям. И малообеспеченным удалось вывести этот кредит? Мы говорим, наш комитет требовал у правительства, первое, на ДИСШ, на детские и универсальные спортивные школы, деньги, к сожалению, из 200 миллионов выделены в 2012 году, мы на ДИСШ получили только 100 миллионов субвенций. Субвенций для местных бюджетов. Почему? К сожалению, когда мы голосовали бюджет, то есть ни копейки для детской и универсальной спортивной школы не было заложено. Благодаря совместным усилиям нашего комитета, Министерства молодежи и спорта, я вам тоже очень благодарен, профильного вице-премьера Кириленко, мы все-таки этот сдвинули с мертвой точки. Что касательно 200 миллионов, мы просили на помощь молодым семьям для молодежного строительства. Пока на сегодняшний день, естественно, вы понимаете, в той ситуации, которая сложилась сегодня в стране, очень много переселенцев из Донбасса, очень много молодых семей и государств, конечно, пока не дали, но мы над этим бороться. Был скандал с этими бесплатными обидами, и он, как я так знаю, этот вопрос решен, но вот мне как раз написали письмо, люди, у которых там дети, школьники, и попросили задать вот этот вопрос. А есть распоряжение о том, что в этом году все учебники родители будут покупать, будут покупать за свои деньги. Правда ли это, и как это можно решить? На сегодняшний день, да, есть такая ситуация, хотя ведение нашего комитета не входит в это министерство. Я понимаю, но дела молодежи все-таки, понимаете? Это немножко другое, наш комитет, но я вам скажу однозначно, что каждый депутат по окончании своей каденции должен отчитаться, в первую очередь перед самим собой, что он сделал на посту, того или иного, если он находится, тем более, когда он... Так будете вопросом учебников заниматься? Мы занимаемся всеми вопросами, которыми нам обращаются украинцы. Все, всеми вопросами. Особенно, что касается ведения нашего комитета. Если, смотрите, я вам просто, ну, чтобы четко для телезрителей, для вас было понятно, что народный депутат, не имеет значения, в каком комитете находится, если к нему есть вердение, он обязан отреагировать. Если он не может это провести через свой профильный комитет, не имеет значения, он является главой комитета или просто членом комитета, он отправляет на профильный комитет. Естественно, все... Ко мне еще этого обращения не было. Вы считаете этот вопрос непрофильным для себя, понятно. Я считаю этот вопрос непрофильным для себя, но если ко мне будет такое звердание от громадян, я обовязково включусь. Правда ли, что вы совладелицу Корнета? Нет, конечно. Я действительно дружу с компанией Корнета, я дружу с владельцами Корнета. С комиссарчиком? С комиссароком. А, извините, комиссарок. Он очень болезненно воспринимает, когда неправильно называют фамилию. С Михаилом Борисовичем. Это действительно профессиональная компания. Мы дружим. Но к этому бизнесу вы не имеете никакого отношения. Никакого отношения юридического. Это же очень легко сегодня проверить. Как и декларации, так и... Понятно. И последний вопрос, перед тем, как вы мне сможете знать вопрос, если захотите, крайне. Хорошо. Видите, как быстро время наше пролетело. Что для вас интереснее, заниматься политикой или зарабатывать деньги? Вы знаете, для меня спокойнее было заниматься бизнесом, если честно. Но... Я могу отчитаться за деятельность себя, как народного депутата, как главы комитета в прошлой каденции. И уже за первые шаги в этой. Что я сделал в прошлой каденции, что я сделал в этой. Для страны и для людей. Если мы не будем брать ответственность на себя, кто же ее возьмет? Вы знаете, что вы очень похожи на Виталия. Такое впечатление, что вы третий брат. То есть по манере абсолютно. Вы можете задать мне вопрос, если хотите. В конце у нас такой формат, что можно задать вопрос. Я не хочу задать вопрос, я хочу пожелать. Я хочу пожелать, чтобы сегодня СМИ переформатировали свою работу в плане того, что... Знаете, вот каждый журналист хочет почему-то найти что-то в политике плохое. А давайте попробуем найти в нем что-то хорошее. Почему мы ищем только плохое? Почему мы пытаемся... Я очень с большим уважением отношусь к вашему каналу. Знаю очень много наших однопартийцев, которые работают. Да, почему я с вами об этом говорю? Потому что именно ваш канал, он наиболее сегодня реальную показывает картину, которая есть в стране. Я надеюсь, что это так, но... Меньше заказных и проплаченных сюжетов и так далее, передач. Я ничего вообще не знаю о заказных и проплаченных сюжетах, но 112 канал, судя по рейтингу и по количеству зрителей, он вызывает сегодня наибольшее доверие среди информационных каналов. Я хочу вам пожелать вот так вот держать. Спасибо большое. Спасибо большое. Что ж, друзья мои, сегодня на Ночекляде мы говорили с Артуром Палатным, народным депутатом Украины, о судьбе партии «Удар», о событиях, которые произошли в ближайшую неделю, и о том, чего мы все ждем от власти, от политики и от нашего общего будущего. А я прощаюсь с вами до завтра и говорю вам, засыпайте спокойно, просыпайтесь свободными. До свидания. До встречи.